Всем привет! Смотрите как установить две версии операционной системы macOS на одном компьютере. Как установить бета-версию macOS 15 версии Sequoia второй системой. Две операционные системы могут понадобиться, если вы не хотите нарушать стабильную работу основной системы, но при этом хотите протестировать новые функции последней бета-версии macOS. Это особенно актуально для разработчиков и энтузиастов, которые хотят первыми ознакомиться с нововведениями и оценить их работоспособность. Кроме того, установка второй системы позволяет запускать старые приложения, которые могут быть несовместимы с новыми версиями macOS. Таким образом, вы сможете одновременно пользоваться современными функциями и сохранять доступ к необходимому софту, обеспечивая себе наилучшие условия для работы и экспериментов. Далее в видео мы рассмотрим, как получить доступ к бета-версии macOS 15, а также как ее установить второй системой на вашем Mac. Для начала рассмотрим, как получить бета-версию macOS для разработчиков. Присоединиться к программе для разработчиков и получить бета-версию macOS можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться как разработчик на официальном сайте Apple без оформления подписки. Здесь нажмите «Зарегистрироваться» и внизу «Начать регистрацию». Далее введите свой Apple ID. После вам будет предложено скачать приложение и продолжить регистрацию с приложения или остаться в веб-браузере. Скачиваем программу Apple Developer. Далее откройте аккаунт и введите свой Apple ID для входа. Затем кликните по кнопке «Зарегистрироваться сейчас» в программе разработчиков Apple Developer Program. Далее нажмите «Продолжить», «Подтвердить». После этого окно можно закрывать. Если продолжить вносить данные в процессе вам предложат оформить подписку. Итак закрываем окно. После регистрации в настройках системы появится опция «Активации бета-обновлений». Откройте настройки «Основные», «Обновления программного обеспечения», «Бета-обновления». Выберите из выпадающего списка бета-версию нужной вам операционной системы «Ок». После система начнет проверку и поиск обновлений и в результате здесь должна появиться выбранная бета-версия macOS. Для загрузки обновления нажмите «Обновить сейчас». По завершению вы получите новую версию операционной системы. С помощью данного способа вы сможете получить последнюю бета-версию macOS и приступить к ее тестированию. А теперь давайте рассмотрим как установить две версии macOS на одном компьютере. Для начала нужно определить сколько свободного места доступно на диске и хватит ли его для установки второй операционной системы. Для macOS нужно как минимум 14 гигабайт свободного места на диске. Если объем свободного места на диске меньше, его сперва нужно очистить. Как очистить место на диске смотрите в другом нашем видео, ссылку я оставлю в описании. Далее нужно разделить основной том диска на несколько частей с помощью дисковой утилиты. В окне программы кликните по значку вид и выберите показать все устройства. Это позволит увидеть тома на диске. Здесь у вас должен быть том Macintosh HD или Home. Выделите его и кликните по кнопке с плюсом, чтобы создать новый том. Задайте имя для нового тома и нажмите добавить. Если нужно, в настройках можно установить лимит хранилища. В результате у вас должен появиться новый том, теперь на него можно установить еще одну версию операционной системы. После разделения диска на разделы можно приступать к установке второй версии macOS. Для начала нам нужно загрузить установщик. Откройте AppStore, найдите и загрузите нужный загрузчик. Бета-версии macOS в Apple Store нет, ее можно установить позже, используя метод с приложением Apple Developer. Таким образом, установить получится только доступная версия из AppStore. Если вам нужна более старая версия, процесс будет более сложным. Установку придется выполнять с меню восстановления и загрузочной флешки. Как установить вторую систему через меню восстановления, я покажу позже, а сейчас продолжим. После загрузки запустите установщик. Соглашаемся с лицензией. Далее выберите нужный том, на который будет установлено macOS и нажмите продолжить. Введите пароль администратора, после чего начнется установка операционной системы. Дождитесь окончания установки, по завершении Mac перезагрузится и загрузка начнется с нового тома, на который выполнялась установка. Далее идет стандартная настройка системы. После входа в систему вы сможете обновить данную версию macOS до бета-версии способом, который мы рассмотрели ранее, скачать Apple Developer, войти с Apple ID для регистрации кабинета разработчика, далее в настройках включить бета-обновления, скачать и установить бета-версию macOS. В результате Mac перезагрузится и начнется установка системы, и по завершении на Mac будут установлены две версии macOS, основная и бета-версия. Mac загрузится с нового тома с последней установленной операционной системой. Для загрузки основной операционной системы призагрузите Mac с зажатой клавишей Options. До появления выбора диска для загрузки выберите из списка основной том. После будет загружена основная операционная система. Также диск загрузки можно выбрать в настройках системы. Для этого откройте настройки системы, основные, загрузочный диск. Здесь отметьте нужный том и кликните по кнопке Restart для перезагрузки, в результате Mac будет загружен с выбранного тома. Еще один из способов установить вторую macOS на одном компьютере с помощью меню восстановления. Загрузите Mac в режиме восстановления, зажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Command плюс R и включите Mac. Удерживайте клавиши до появления на экране логотипа Apple. Далее в меню восстановления запустите дисковую утилиту и создайте новый том. Затем вернитесь в главное меню и выберите из списка переустановить macOS. Выберите новый раздел для установки. В результате на компьютере будут установлены две версии macOS. Или же запустите установку с загрузочной флешки. Детальнее о том как установить macOS смотрите в отдельном видео. Ссылку я оставлю в описании. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак теперь мы имеем две версии macOS на одном компьютере. Легко можем изменить версию просто перезагрузил Mac и выбрав нужную. Это дает возможность протестировать новые функции операционной системы и работу различных сторонних приложений, сохраняя при этом стабильную рабочую среду основной системы. Таким образом вы сможете обеспечить безопасность работы Mac. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok